Приветствую вас, и обычно в моих правилах отвечать на вопрос клиента так, как он его задает, то есть не говорить при этом ничего лишнего, да, не забиваться к уколу лишними моментами и так далее. И вы знаете, я долго думал, вот как вам, что вам посоветовать. Вы усранываете достаточно жестко и правильно, вы говорите, что, например, чтобы вам не советовали разобраться в себе, чтобы вам посоветовали литературу, что вы не умеете разобраться в себе. Вы говорите это так, как будто люди, которые обращаются за помощью, такого рода психологической помощью, умеют разбираться в себе. Вы знаете, если бы люди действительно умели разбираться в себе, вряд ли им не были бы психологи, и вряд ли вы тогда бы обратились к нам. Так что, советовать разобраться в себе, в себе вам я не буду. Думаю, что для этого мы и нужны. Дальше, посоветовать вам литературу значит сказать, обратитесь к опыту других людей. Обратитесь к тому, что другие люди, да, поняли сами, и прочтите это. Ну, на мой взгляд, не поможет вам эта ситуация, потому что все равно книга есть книга. Я думаю, что вы именно про зависимость от человека, вы читали, и читали неоднократно, и все равно вам это не помогло. Что касается того, чтобы вам посоветовать что-либо для того, чтобы мы смогли сейчас что-то изменить. Ну, знаете, с этим вопросом можно работать. Дело в том, что вам можно посоветовать, вот в общем смысле этого слова, для себя понять, что представляет собой ваша зависимость, с точки зрения не вас, не вашего субъективного взгляда, а с точки зрения вообще. Что представляет ваша зависимость, например, с точки зрения мужчины, который вас против. Давайте зададим себе такой вопрос. Уморили у мужчины чувство, знаете, Морис, Мог человек понять, что мы больше не смысл в его жизни, и что все его обещания были даны под эмоциональным давлением, под эмоциональным состоянием, под эйфорией. Могло такое быть. Мог человек наговорить вам жесток, если ты только потому, что знал, что вы от него просто так не уйдете, что он просто так от вас не избавится. Мог. Что для человека сейчас представляет собой ваши отношения? Определенный этап его жизни, который закончится. Почему человек смог завершить этот этап жизни и идти дальше? Потому что его чувства завершились. Его чувства ушли. Почему человек обратил внимание на то, что чувства ушли и смог уйти от вас? Потому что его личная составляющая, личностная составляющая. То есть, та его часть, которая, собственно говоря, и делает его человеком, она возобладала. Та его часть, которая делает его индивидуальностью. Она возобладала, и она как бы сказала ему, что вот с этим человеком, то есть с вами, будущего, будущего у нас нет. Да, были чувства, да, были эмоции, да, были планы, но сейчас этого ничего нет. Соответственно, не имеет смысла, и дальше эти отношения продолжать. И дело здесь не в вас. Дело здесь не в том, если вы сделали что-то не так. Дело здесь в молодом человеке. Человек просто к вам ухладел. Так же. Почему вы не смогли сделать так же? Вот мужчина смог, а он нет. Потому что для вас он значил гораздо больше, чем вы для него. Вы видели в нем слишком много. Вы доверили им слишком много. Вы в этом человеке видели опору в себе. Вы в этом человеке видели смысл жизни. Вы растворились в нем. По сути дела, вы исчезли как личность, а вы стали частью него. Вы хотели быть частью него. И ваше отличие заключается в том, что он-то частью вас не стал. У него всегда была какая-то некая обособленная от вас часть. А вы стали. По какой-то причине вы полностью растворились в нем. Или хотели раствориться. И растворившись в нем, или растворяясь в нем, вы потеряли часть своей самобытности, вы потеряли часть своей уникальности, часть своей индивидуальности. И в результате человек перестал видеть вас как женщину. Как женщину независимую, как женщину смысл-бытную, как женщину, которую можно и нужно завоевывать. А мужчина всегда стремится женщину завоевывать. И это один из важных моментов. Дальше. Но то, что вы растворились в нем, или растворялись в нем, или стремились раствориться в нем, чем-то обусловлено. У этого явления есть моя причина. У вас есть мотив для того, чтобы так себя вести. Чтобы полностью человеку отдастся. И этот мотив, а точнее группа мотивов, которая стимулировала вас к тому, чтобы растворяться в человеке, эта группа мотивов сохраняется до сих пор. Для этой группы мотивов вы не являетесь самостоятельным человеком. Для этой группы мотивов вы воспринимаетесь лишь как часть пары. Как часть пары с этим мужчиной. А этот мужчина служит для вас и смыслом жизни, и главным ориентиром в жизни, и прочим, прочим, прочим. Ответьте себе на вопрос. Сколько в таких отношениях личного? Личные, независимые, если мне отношения, это иногда, когда человек хочет быть другим, потому что таково его желание, и хочет делать этого человека счастливым. При наличии любви. Вы говорите, что вы этого человека любите. Хорошо. Но когда любишь, хочет сделать себя счастливым. И хочет сделать себя счастливым, безусловно. И их человек ушел от вас. Значит, он понял, что без вас он счастлив. Без вас он счастливее. Но вы, вы не можете этого факта принять. Того факта, что человек без вас счастлив. И если мы любим, то даже если человек от нас ушел, мы хотим, чтобы он был счастлив. Для нас важно, чтобы он был счастлив. С нами, или без нас. Главное, чтобы он был счастлив. Ваш мужчина стал счастливее. Но вас это не радует. Вместо этого вы впали в депрессию. Вместо этого вы испытываете кризис. Сейчас. Значит, мужчина для чего-то вам был нужен. Кроме любовных отношений, мужчина еще для чего-то был нужен. Он решал какие-то ваши проблемы. Он удовлетворял какие-то ваши желания. Не связанные с личными отношениями двух людей. Не связанные с любовными отношениями. Это ваши личные желания и ваши личные проблемы. Которые мужчина решал. И которые теперь сами вы решить не можете. Такие проблемы, как, например, смысл жизни. Такие проблемы, как, например, ради чего жить, ради чего существовать. Куда двигаться, куда идти. А зачем? У вас ничего нет своего. У вас было все, мужчины. И вот возникает вопрос. А почему у вас ничего нет своего? Почему у вас нет ничего своего собственного, индивидуального, личностного? До того, как вы с мужчиной встретились, у вас что-то было? У вас были какие-то ориентиры? И в какой момент и почему вы стали эти ориентиры предавать свои собственные? А может быть вы не были уверены в них? Может быть вы сомневались в них? И мужчина дал вам что-то другое, что вы приняли от него? Да, возникает вопрос. А почему вы сомневались? И почему вы использовали те мотивы, в которых вы сомневались? Почему вы не искали другие, более надежные, более твердые, устойчивые мотивы? На эти вопросы вам нужно ответить. Потому что любая зависимость означает, что человек сам не способен удовлетворить свои потребности. И для этих потребностей человеку нужен кто-то еще. И этот кто-то помогает человеку удовлетворить свои потребности. И чтобы избавиться от зависимости, вам нужно в первую очередь выявить свои потребности, выявить свои желания, понять, как именно удовлетворял их мужчину и начать удовлетворять самостоятельно. И тогда от зависимости вы избавились. Зависимость – это означает личная заинтересованность в человеке. Личная заинтересованность в человеке – это користь. Так какая же любовь, если есть користь? Вы пишите, что вы любите его. Но как можно любить человека в корыстном? Ну, его, может быть, любить. С этим спорить нельзя. Но есть элемент скорости, который мешает вам, точнее, даже не так. Он вам мешал с самого начала выстраивать отношения с мужчиной равноправно. И это одна из основных проблем. Второе, что вам можно посоветовать? Это проанализировать причины, по которым мужчина ушел. Что его заставило, что ему не нравилось, что почему он так решил. Может быть, какое-то обстоятельство, может быть, какие-то ситуации, может быть, какие-то недоговоренности. Считаете ли вы, что несете ответственность за то, что он от вас ушел? И если да, то почему? Вот эти моменты вам нужно в обязательном порядке самостоятельно обдумать. Ну, или с помощью специалиста, опять же, как уже вам. Пока не будут выявлены желания, которые вы удовлетворяли с помощью мужчины, пока вы не начнете удовлетворять эти желания самостоятельно, тем самым обретя независимость, то есть не обретя состояние, прямо противоположное тому, что у вас сейчас, пока вы не увидите полную картину ваших отношений, в связи с завершающей стадии отношений, и пока вы не позволите себе самой отознать, что же вы к человеку чувствуете, вы будете зависимы от него. И вам действительно будет хуже. И действительно, сколько бы вы об этом ни говорили, ничего не изменится, будет только хуже. А мы знаем, в этом случае, то, что вы делитесь, вам жизнь не облегчит. Вам облегчит жизнь только постепенная смена своего поведения, постепенная переоридация вашего поведения, алгоритмов поведения, моделей поведения на удовлетворение собственных потребностей на создание своей самобытности, индивидуальности и уникальности. И вот тогда, когда вы почувствуете, что вам вообще никто не нужен, в том числе и этот мужчина, когда вы почувствуете, что вы сами для себя знаете, что вы хотите, когда вы будете четко знать свои цели, задачи и стремиться к ним, тогда можно говорить о том, что у вас зависимость ушла. Пойдетесь вы с этим одна или выберете для этого психолога решать вам. Я надеюсь только, что выбор вы сделаете правильным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.